Здравствуйте, любители аудиокниг, страстей и пошлых развлечений. Хочу заметить, что полная книга доступна по ссылке в описании. Ну а если вы мужчина и хотите пошалить по телефону, вторая ссылка под видео. Звоните. Внимание! Возрастное ограничение 18+. В тексте присутствует нецензурная брань. Лора Вайс. Инкогнито. Осанка леди и наряд, Образчик вкуса говорят, Но та сулит нам раю тех, Кого мы любим больше всех. Роберт Бёрнс. Глава первая. — Обед в пакете? — раздался приятный мужской голос из коридора. — Да, слева от себя посмотри. Из дверного проема, что вел на кухню, показалась худосочная девушка. На вид ей можно было дать лет 25, не больше. Но на самом деле миловидной сероглазой брюнетке вот только как неделю назад исполнилось 30. Они с мужем, который как раз собирался на работу, отметили ее день рождения в кафе недалеко от дома. Посидели тихо, по-семейному. В том же кафе они отмечали и их третью годовщину. — Угу. — взял он пакет и заглянул внутрь. — Курица под сыром? И позволил себе наконец-то улыбнуться. — Она самая. Девушка подошла к нему, поправила завернувшийся воротник рубашки. — Когда вернешься, сходим в кино? — Если не задержат, сходим. Мужчина перекинул через плечо черный кожаный портфель, взял пакет, после чего осторожно поцеловал жену в щеку. — Все, Настя побежал. — До вечера. И она закрыла за ним дверь. Настя вернулась на кухню, еще раз включила чайник. Ей нравилось заваривать чай крутым кипятком, так он дольше остывал. Через несколько секунд послышался заветный дзынь. Девушка взяла кружку, налила заварки, бросила внутрь два кусочка рафинада и заправила все кипятком. После с кружкой в руке устремилась в кабинет мужа. Настя и Максим познакомились три с половиной года назад на корпоративе. Руководство нефтеперерабатывающей компании устроило новогоднюю вечеринку для сотрудников. Сняли клуб на ночь, куда пригласили всех, от простых секретарей до высокопоставленных начальников. Настя работала менеджером среднего звена. В тот вечер она решила все же пойти, тогда как обычно пропускала подобные мероприятия. А Максим с большой охотой отправился на праздник. Ему уже давно нравилась секретарша его коллеги и по совместительству друга Дмитрия Колганова из соседнего отдела. Да и та отвечала взаимностью. В конце концов, на нее обратил внимание начальник финансового отдела. К тому же молодой и красивый. И вот клуб заполнился сотрудниками фирмы. Тут же послышались хлопки и пробки от шампанского полетели в разные стороны. Официантки в затейливых нарядах ходили по залу с подносами, на которых пестрели разными цветами легкие закуски. Настя взяла предложенный ей бокал и устроилась подальше ото всех. И только хотела пригубить, как рядом раздался очередной хлопок, отчего девушка подскочила. Результат — опрокинутый бокал. Все содержимое тут же оказалось на платье и разошлось по подолу огромным пятном. Настя выругалась самым неблагопристойным образом про себя и отправилась в туалет. А после хотела плюнуть на все и уехать домой. Но в коридоре столкнулась с Максимом. Он просто встал и потерял дар речи. Настя постояла с минуту в ожидании хоть каких-то слов. Поглазела на оторопевшего красавчика в дорогих шмотках. В итоге молча отправилась дальше. Что сказать, этой ночью Максим, кроме как о незнакомке, ни о ком и думать не хотел. Конечно, он для приличия пригласил секретаршу Сашу потанцевать, угостил хорошим дорогим алкоголем из бара, даже было хотел провести с ней время у себя дома, но довольно быстро отказался от этой идеи. Что не прошло мимо зоркого ока Саши. Девушку сильно расстроило столь флегматичное поведение Максима, посему она уже скоро вернулась к своим подругам. А Максим уехал под утро в гордом одиночестве. С того момента он с нетерпением ждал окончания новогодних праздников. Уж очень хотел еще раз увидеть незнакомку, понять, чем же она так поразила его. Вроде ничего особенного. Худенькая, среднего роста, на внешность очень милая, но не настолько яркая, как, например, та же Саша. Раньше его такие не привлекали. Про нее можно было сказать обычная симпатичная девочка, каких полгорода бродит, и все-таки она его чем-то зацепила. Да так, что каждый вечер перед сном Максим выпускал пар, представляя ее. Даже качественная порнография оказалась бессильна перед образом этой девушки. И вот праздники подошли к концу. Макс нарядился в свой лучший костюм, который как второй день забрал из химчистки. Надушился, но не сильно, чтобы лишь легкие нотки приятного мужского деколона оставляли после себя еле заметный шлейф. Наспех сложил кое-какие документы в портфель, забросил туда же телефон, после накинул на плечи шерстяное полупальто и покинул квартиру. Когда спустился вниз, еще раз посмотрел на себя в зеркало, что висело в холле. Что ж, он, как всегда, красавчик, и сегодня ему обязательно улыбнется удача. Максим вышел на улицу. Погода стояла солнечная и сухая, снег искрился в утренних лучах, дворники активно работали лопатами, а в шести метрах от подъезда на стоянке его поджидал мерседес представительского класса. Путь до работы был не таким приятным, в конце концов пробки никто не отменял, но его душу грела мысль о скорой встрече с девушкой, которая вот уже как неделю с лишним не выходит из головы. Вряд ли сегодня она придет на работу раньше него, все же выехал Макс на два часа раньше обычного. И он не ошибся. Приехал раньше многих. Когда парковался, на стоянке красовались всего-то машин пять, и те принадлежали вышестоящему руководству. — Доброе утро! — отрапортовал Максим охраннику, сидевшему в бюро пропусков. — Доброе утро, Максим Леонидович! — протянул ему руку тот. — Как праздники провели? — Сносно! — улыбнулся Макс, затем проследовал в огромный холл. Максим устроился на мягком диване. Здесь обычно сотрудники встречали гостей. Слева от дивана как раз стояла высокая пальма, хорошо скрывшая его от глаз прибывающих. И потекли минуты ожидания. Народ повалил где-то через полчаса. Макс внимательно оценивал каждую входящую в двери девушку, но все были не те. Прошло еще полчаса. Время поджимало, и пора было идти в свой отдел. Однако Надежда умирает последней, и Максим продолжал находиться в засаде. Но снова и опять безуспешно. А может, она вообще была приглашенным гостем на вечеринке и к компании отношения не имеет? От таких мыслей на душе стало еще скверней. Тогда раздосадованный Максим поднялся и направился к лифтам. И вот на табло высветилась цифра один. Двери лифта раскрылись. К этому моменту вокруг уже собрались люди. Все потоком хлынули внутрь. Макс встал у задней стенки и уставился себе в ноги, как вдруг нечто заставило его передернуться. Он поднял взгляд и увидел впереди худенькую девушку в сером костюме и с невероятно очаровательным хвостиком. Она стояла к нему спиной и иногда переговаривалась с, очевидно, коллегой. Максим снова ощутил то особое состояние. Но что удивило сильнее, так это возбуждение, накрывшее с головой. Пришлось даже портфель передвинуть вперед и прикрыться. Лифт остановился на пятом этаже, и несколько человек вышли, а вместе с ними и незнакомка. Теперь Максим знал, где ее искать. В свой кабинет он не вошел, а буквально вбежал, бросил на диван портфель, уселся за стол и поспешил расстегнуть ширинку, ибо сил терпеть уже не было. Перед глазами снова была она, и не обнаженная, а в том самом сером костюме и с забавным хвостиком. Когда ощутил взрыв, еще какое-то время посидел, затем вытер руки салфетками, что всегда хранились в ящике стола, застегнул брюки и окунулся в размышления. Что же с ним такое происходит? Почему она? Но ведь самое обычное!